здравствуйте друзья доброе утро понедельник 26 сентября и мы сегодня снова подежурим по америке так немножко подежурим потому что день уж больно знаменательный сегодня 26 сентября это ну не круглая годовщина но тем не менее годовщина первых телевизионных дебатов которые состоялись в ходе президентской кампании выборной кампании в соединенных штатах это было 26 сентября 1960 года и вот сегодня тоже состоятся дебаты между хиллари клинтон и господином трампом в этот же самый день 26 сентября спустя сколько тут получается 56 лет до 60 года не то чтобы до этого дебаты дебатов не было вообще дебаты были но шли они по радио то есть технические возможности как бы до значит определяли как проходит дебата вот было радио всюду вот все слушали радио а тут уже телевидение так подошло как бы стало очень массовым и договорились делать по телевидению и параллельно по радио тоже шло не не то чтобы радио кто-то отменял но это было самое зрелищное мероприятие вот тех лет то есть до этого никогда ничего на телевизоре искать на экранах телевизоров не собирал такой аудитории надо сказать что и нынешние дебаты сегодняшние дебаты тоже пишут что количество людей которые там ожидается будет каким-то невероятно большим то есть за последние там много лет ничто на экранах телевизоров не собиралось только народу эти когда ты не любишь обоих и надо понять за кого голосовать давайте или скажем против кого все-таки лучше голосовать это многие люди озадачены поэтому они придут смотреть плюс считается что есть где-то 20 процентов примерно потенциальных избирателей потенциально которые не определились вот за них тоже идет борьба и надо сказать что самые первые дебаты они уже положили начало теории этого вопроса которая впоследствии то много раз подтверждалось опровергалась там и так далее изучалась кеннеди очень молодой парень был и самый молодой президент соединенных штатов он на дом вызвал я я честно я не знаю как по-русски это назвать ночью мейкап артиста вызвал человек который делает мейкап ему дома сделали перед тем как он поехал на телестудию а вы представляете себе что такое телестудия шестидесятого года вот эти софиты перегрев колоссальный то есть там горячие были очень эти лампы люди мокрые потные страшное дело то есть там масса мер принималась для того чтобы они как-то выглядели более менее по-человечески и вот он вызвал на дом там кого-то его позвали я надеюсь приличного человека который сделал ему этот мейкап и когда они пришли в студию то им там предложили но ну то есть понятно что люди выглядят лучше то есть это это известный факт телевизионной съемки и тех лет я так я думаю что и сейчас то же самое то есть камеры искажают тогда им предложили сделать мейкап и на кеннеди который уже сделал себя дома он сказал нет нет мне не надо я я так буду вот и оба неопытно еще были вот а никсон говорит ну там не то тоже не надо вот и люди которые слушали по радио пришли к мнению что победил в дебатах никсон а люди которые слушали по телевидению смотрели по телевидению они в существенным большинством пришли к выводу что победил молодой кеннеди вот он не просто выглядел лучше в отличие от допустим никсона который был мокрый весь блестел там и так далее потный был но он держался расслабленно и вот одно из правил как бы этих дивизионных дебатов тогда значит начало формироваться это то что дипно в дебатах выгодно участвовать тому кто сзади тому кто отстает потому что если у тебя например преимущество особенно серьезное преимущество перед соперником тебе не нужны дебаты ты и так впереди чего чего тебе эти дебаты а вот у того есть возможность выйти себя показать особенно если человек такой малоизвестный и вы представьте себе уровень известности кеннеди и никсона значит кеннеди сенатор ну сенатор ну ну я ну сенатор вот и он до этого там был за каких-то государственных должностях тоже он был там вторым заместителем министра там военно-морского там еще что то то есть у него был была какая-то карьера такая но это не уровень когда тебя знает вся страна ну и молодой парень вообще он еще и католик знаете то есть многие говорили что католик вообще но не протестант вообще президентом не может стать его не изберут никогда то есть он сломал сразу много стереотипов он был и молодой и еще и католик так вот первый но не последний после него были еще католики и против него никсон никсон который был два срока вице-президентом у кого он был вице-президентом у двайта эйзенхауэра человека который был национальным героем он не командующий американских войск в европе во время второй мировой войны он два срока вице да значит он двайта эйзенхауэрда он легендарный президент вот эти восемь лет что он был президентом вот это были годы просперити расцвета процветания и так далее и вот он его вице-президент и вот какой-то там кеннеди там я не знаю но и кеннеди потом есть как бы рассказывает там людей которые вы знали хорошо кеннеди потом говорил что если бы не эти дебаты я бы никогда не стал президентом и он пришел молодой расслабленный симпатичный он знал предмет он знал предмет но он улыбался давайте из никсон предмет гораздо лучше знал но он его в университетские годы когда на лоску учился на юристов его его называли железной задницей он такой да да то что был копал 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 он к этим дебатам так готовился готовился такой серьезно был а тут приходит вот такой улыбается но в общем да что тут скажешь нам надо сказать что вы знаете историю застрелили президента кеннеди вице-президент линдон джонсон стал вместо него президентом потом он еще один срок был то есть часть срока от кеннеди и потом дальше он был президентом а потом уже два срока таки был никсон и никсон оба раза когда вышли дебаты это был шестьдесят восьмой семь второй год никсон оба раза не должны были бы быть дебаты он не участвовал сказал я не буду ну то ли у него с тех пор остались впечатления тяжелые то ли просто он действительно тогда сильно лидировал по очкам поэтому может быть как бы целесообразности никакой не было то есть если ты сильный лидируешь действительно тебе там только потерять можно там приобретать тебе нечего у тебя и так все есть так что вот такая интересная история в 78 странах слушайте 78 стран их может быть там вдвое больше на планете но тем не менее 78 странах кроме соединенных штатов используется вот эта модель телевизионных дебатов ну с теми нюансами с этими но все-таки что еще про них сказать да те которые сегодня состоятся начнутся в девять часов но это по eastern time да то есть по восточному побережью у нас это будет довольно рано еще будет шесть часов я я не уверен что мне удастся посмотреть а у меня по меня ровно в 6 начинается урок в онлайне я точно не смогу посмотреть в прямом эфире я буду сам в это время вещать на большую аудиторию там 200 с лишним человек но это конечно не дебаты наша аудитория меньше и вот в девять часов отводится ровно полтора часа 90 минут на все это мероприятие есть человек который ведет это новостной журналистов профессиональный достаточно человек он будет вести есть утвержденный регламент регламент такой обсуждается три темы значит тема в каждой теме по два вопроса значит первая тема это направление в котором страна движется ну или должна была бы двигаться вторая тема эта экономика и третья тема это вопросы безопасности актуально сегодня и значит вот с этим как быть бросали жребий кто будет отвечать первый кто получит первый вопрос это по жребию определили первое будет клинтон у нее будет две минуты чтобы ответить на вопрос значит в каждом сегменте из трех два вопроса значит соответственно клинтон вопрос и трампу вопрос идет вопрос две минуты на ответ так шутят многие год шок и клинтон не хватит двух минут она очень любит поговорить и кто ее за это осудит я не знаю но но не я за я я не могу осудить человека за то что он любит поговорить но все-таки формат есть формат вот это я кстати в минус если она не сможет укладываться свои две минуты и будет сильно перебирать это это ей не плюс абсолютно две минуты после этого говорит второй человек значит две минуты плюс две минуты да и после этого 10 минут дается на тот же вопрос отвечает как бы после этого у них такая дискуссия обмен такой идет то есть этот сказал тот сказал этот сказал тот сказал вот 10 минут выгодите на 2 плюс 2 плюс 10 это 14 это правда но надо же еще вопрос задать тоже хотя мы мы знаем что люди которые там участвуют они как правило выходят за рамки этих двух минут это не только клинтон конечно этом когда людям есть что сказать их переполняется этика вот надо сказать что шутка о том что клинтон две минуты не хватит этим не заканчивается потому что говорят что трампу две минуты и не нужно он для него это очень продолжительный промежуток времени поскольку он ник он по существу в общем то не отвечает никогда он просто посылает всех нафиг и все я вспоминаю замечательный разговор тоже были дебаты республиканские и я я не то чтобы смотрел там систематически но тут не систематически вот посмотрел и там был такой разговор что рубио сенатор рубио ему говорит как же ты вот будешь то президентом границы там туда-сюда когда ты сам там тысячу человек нанимал нелегалов и тебя еще за это оштрафовали почему известно что он нанимал что его его оштрафовали за это делал вот и на на что значит ему трамп отвечает а ты-то в своей жизни вообще никого не нанимал давайте то есть может быть для такой определенной аудитории это и неплохо но таких как бы но таких не вся страна в общем то поэтому если он позволит себе быть самим собой так сказать и двигаться вот в этом вот русле то я я думаю это как бы дорого будет стоить но посмотрим на всяком случае для него две минуты долго он он это правда я так наблюдается такой обе оба лагеря готовятся к дебатам на чтобы лагеря работают над своими недостатками значит штудирует материал там и так далее и так далее но то есть понятно делался опрос кто делал ты боюсь соврать 7 стуль вот вот только только делали опросы кто по мнению опрашиваемых победит в дебатах значит опрос показал при всей относительности опросов друзья мы мы абсолютно не не кладем много яичек в эту корзинку опросов но тем не менее значит опрос показал 53 против 43 что клинтон победит трампа в дебатах то есть они вот там расценивать вас посмотрим посмотрим есть кстати две школы как бы мысли которые говорят 1 что дебаты очень влияют на результаты выборов а другая школа говорит что особо нет особо нет вот как бы люди обычно остаются при своем мнении и не не то чтобы вот кроме развекухи там что-то такое присутствовало но мы знаем ситуации в которых дебаты действительно влияли в частности вот первый случай до который был с джоном кеннеди когда вам рассказывал второй момент президент рейган он он участвовал в двух дебатах да он два раза избирался и вот на первых дебатах у него и так собственно было преимущество то есть ну ну не то чтобы ему там что-то точнее и ему помогли дебаты помогли но в общем то он он наверное так шел нормально но на вторых дебатах у него было большое преимущество и они даже думали его команда думала что может быть вообще не нужны эти дебаты но в последнюю минуту что-то решили что уже пусть будет а мужчинка был уже в возрасте и мы знаем что он последние пару лет президентства вообще как бы плохо соображал и забывал и так как то вот он но тем не менее его любили за непосредственность за открытость такую тогда он был очень любимым президентом несмотря вот на этом и вот он избирается и ему там значит противник задает вопрос а ты говорит не считаешь что ты как бы старомат уже для этого дела мандейл его фамилия вот мандейл и могут не чувствуешь ты себя староватым мало ли что вот на что рейган так знаете легко актер легко его так говорят я бы лично никогда не позволил себе говорит он вот в моем изложении никогда бы себе не позволил значит от отыгрывать молодость и недостаток опыта у своего оппонента вот на этом играть вот и мандейл потом говорил что он в этот момент понял что проиграл ну еще раз истории много впечатлений много рассказчиков много но в общем сегодня такое нетривиальное событие нетривиальное событие и есть большая история у этого всего и и ожидается большое шоу я послеживаю за таким разнообразным спектром источников там средств массовой информации и в частности вот иностранными например из иностранных у меня любимые два это bbc и дойче вел и на немецкая волна и и там тоже всюду вот они пишут и я уже не говорю там про американские тут понятно вот но но даже там за границей народ очень так обсуждает и немножко по-другому они это видят вот когда смотришь как англичане рассуждают или там немцы они немножко по-другому но это понятно то есть их это тоже все задевает и мир замер замер вот например когда я смотрю реакцию на блумберге а это все-таки финансовое такое телевидение они там все о деньгах больше и вот как бы фактор риска серьезный то есть трамп это как серьезный фактор риска и там одни говорят что тут сейчас поскольку вероятность избрания трампа повысилась там до 40 процентов вот может быть месяц назад там было 90 клинтон 10 трампа сейчас как-то он очки набирает и по опросам вот и получается что как бы риска больше стало и вот они там пишут что мы недостаточно заложились на эти риски то есть там если ты ожидаешь какой-то такой разрушительный процесс то надо бы там это продать то прикупить ну как-то вот так что тоже обсуждается и избрание трампа совершенно однозначно идет как опасное опасное дело с какими-то непредсказуемым последствиями так вот я поэтому смотрю читаю так и вот вам рассказываю в порядке развлечения так что я посмотрю в записи дебаты пошла очень очень интересная я такого шоу но где увидишь где какой спилберг вам такое снимет понимаете вот так что реал эти шоу в настоящем мы обязательно еще поболтаем на эту тему а пока что вот такой у нас анонсмент в 9 часов по восточному времени в 6 по калифорнии в 4 утра да правильно 4 утра по московскому времени уже следующего дня так что это уже будет вторник так ну-ка есть меня местечко то под солнцем а еще лучше в тебя четверо проскочил я бы лучше в тени и конечно но но можно и так я бы лучше в тени так но здесь такая немножко полу тень от деревца так 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 раз доехали 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 друзья я поверну камеру чтобы не получилось что я вас дорогой какой-то одной без видео ряда мне тут знаете кто-то написал что вот я со светланой кав когда снимался вот я в жилеточке ты был на рубашка и жилеточка мы имеют что вот мол не снимайтесь в этой жилеточке в таких жилеточках в российской федерации ходят пенсионеры люмпины и вообще люди как бы безденежные так в целом как бы в обществе не пристроены я хочу сказать вот у нас такие ходят миллионеры так что друзья думайте думайте переезжать ли вам вообще куда-то в другую страну а то будете ходить как российские люмпины даже если станете миллионерами счастливо а